Пятый всероссийский экологический диктант расширяет границы, включая вопросы о природе новых территорий и привлекая к участию детей с особенностями развития. Как и диктанту по традиции присоединился городской округ Щелково. В этом году на офлайн-площадке в Щелковской юношеской библиотеке, где открылся первый в Подмосковье образовательный экологический центр. Наша библиотека юношеская принимает уже второй год подряд участие во всероссийском экологическом диктанте. В этом году у нас было 20 октября открытие экологического центра «Добрый пластик», поэтому эта площадка такая актуальная на сегодняшний день. Ученица Щелковской гимназии номер 2 Ангелина Ефарова принимает участие в экодиктанте уже второй раз. Она состоит в экологическом клубе на базе Щелковской юношеской библиотеки и решила проверить свои знания. Здесь открыт клуб для тех, кто увлекается экологией, любит экологию, кто хочет этим заниматься, кому это нравится. Мы обсуждаем, как сделать планету чище, лучшее, что можно сделать для благоустройства, чем помочь природе и человечеству тоже в будущем. Я писала заочно, дистанционно через интернет, компьютер, а вживую буду писать первый раз. «Экодиктант» — это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и повышение знаний среди различных слоев населения. Участниками диктантов Щелкова стали ученики 5-х и 8-х классов гимназии номер 2, читатели, библиотекари, общественные деятели. Чтобы ответить на 25 вопросов в области экологии и природы, отводилось 40 минут. Напомним, что всероссийский экологический диктант может написать каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ecodiktant.ruz до 26 ноября 2023 года.